Не знаю я про инспекцию в это время, но когда вышел из госпиталя, подумал, а как моя родная инспекция связался с адвокатом и попросил направить в инспекцию письмо. На этих словах, как передает нам наш коллега Валерия Ратникова, Юлия Навальна смеется. В 20-х числах августа я весь в трубках, и моя жена мне зачитывает, информирую вас, Алексей, что инспекция вас не беспокоит. Обращаю внимание, что Алексей Навальный уходит от ответа. Это говорит прокурор Фролова, в точном, на всякий случай. Я, кстати, вот по поводу театра, здесь пишут в комментариях нам многие наши зрители, что это пьеса. Спасибо всем, кто смотрит и реагирует. Я лишь скажу, что на нашем же YouTube-канале или на сайте даже дядь, вероятно, точка ру, вы можете найти такой спецпроект под названием «Процесс». Это читка заседания суда, выездного заседания суда, вот этого сюрреалистического, да, которое проводилось в Химкинской полиции. И замечательные актеры Анатолий Белый, Евгений Стычкин и Юлия Аук. Значительно более талантливые, чем мы, с Тихо Зидко, с точки зрения читок. При помощи нашей замечательной коллеги Веры Кричевской это изобразили в виде постановки, которую может найти на нашем сайте или на YouTube-канале «Дожди». Называется «Процесс». А все, кто смотрит, у вас здесь сейчас 291 тысяча только на YouTube. И говоря про другие источники, мы благодарим, призываем подписываться на «Дождь» tvrain.ru слэш подписка и оформлять регулярные донаты пожертвования tvrain.ru слэш донейт. Ну, можете сейчас видеть картинку, которая передается нам извне Мосбурсуда, как много ОМОНа, как перегорожены улицы вокруг этого здания Мосбурсуда. Да, и фактически мы видим только полицию и журналистов, люди, которые, видимо, там живут или которые могут проходить в этом районе. Теперь, я думаю, обходят как чумной барак Мосбурсуда, потому что там метут, забирают буквально всех случайных прохожих, отбывая какую-то повинность или какие-то обязательные цифры, собирая. Сегодня уже почти 300 человек было задержано рядом с Мосбурсудом, что абсолютно выпиющая ситуация для судебного процесса. Ну да, при этом очевидно, что, уж не знаю в процентном соотношении, но какая-то часть из этих задержанных, это и правда случайные люди, которые выходили из станции метро Преображенская площадь. И их сразу, как понимаете, принимали. Да, если ты помнишь, вначале эта картинка, конечно, просто шокировала. Человек только выходил, может, и не знал, что тут Мосбурсул. Может, станция ошибся. И вообще ошибся выходом. Вышел, и тут сразу его хватит, рюкзак обыскивают и забирают. И, в общем, не исключено, что кто-то из них потом будет томиться в Сахарова в автозаке сидеть по 40 часов, как теперь принято. Сахарова – это удивительная история абсолютно. Да, это ИВС для иностранцев, которые полностью заполнены, как теперь говорят, политическими. И даже мест для политических не хватает. Люди по двое суток томятся в автозаках по 18 человек. Их не дают еды, не дают воды, не выводят в туалет. Ну, то есть это настоящая пытка. И, ну, как опять не вспомнить Жодина и Окрестина, знаковые геотеги белорусской площадки. Когда казалось, что эти геотеги, это где-то происходит в какой-то параллельной реальности. А потом неожиданно в твою жизнь врывается геотег Сахарова. Нет, нет, я имею в виду, что неожиданно в твоей реальности, где были эти Жодина с Окрестина, тебе, они, вроде ты узнал об их существовании, ты понял, что это такое, но это где-то там. У тебя все по-другому. У тебя все нормально. Ты немножко выдыхаешь от того, что это достаточно далеко, и ты можешь так дистанцированно об этом говорить. А потом вдруг в твоей жизни появляется центр для мигрантов Сахарова, где в автобусе у этого центра сидят 20 человек без возможности поесть, попить и сходить в туалет. Знаешь, вообще это интересно, как люди еще для себя открывают эту ситуацию. Вот сегодня мы говорили с актером Цыгановым, чей родственник, брат его жены Юлия Снегирь оказался там, на Сахаровой. Там прошел какой-то ускоренный суд, он получил 7 суток, и он был там, Цыганов туда ездил, пытался, видимо, ему что-то передать, как-то помочь, и в полном шоке от условий содержания, как там 3 койки на 10 человек, как это все выглядит. Многие для себя сейчас открывают сериали российской жизни изнутри, особенно те, кто впервые решил высказаться, выразить свою точку зрения, выйти на улицы вместе с протестами в эти прошлые выходные. Пишут нам здесь большими буквами в чате, говорите про то, что в зале. Ну вот, Валерия Ратникова нам только что телеграфировала новые цитаты. Давайте продолжим говорить о том, что он в зале. Прокурор Фролова. Итак, обращаю внимание, что Алексей Навальный уходит от ответов. В свои, вовсе на 23 ноября вы также указали, что производили лечение до 23 сентября. Это, видимо, в своем каком-то обращении. Да, видимо ли обращение. Я не понял вопроса, говорит Навальный. Ему передали в камеру, видимо, письмо, это уточнение. Фролова повторяет, указывали или нет? Речь идет о 23 сентября. Нет. Я удивлен, каким вы мелким враньем занимаетесь. Вы достойная дочь режима на стационарном лечении. Есть лечение амбулаторное, а стационарное на койке по такую-то дату. Вы дату указывали? Да, отвечает Навальный. Ну, здесь можно просто вернуться и напомнить еще раз тем, кто вдруг недостаточно внимательно за этим следит, что речь заключается в том, что до 23 сентября Навальный находился в Шарите, а потом на амбулаторном лечении в гостинице. И адрес гостиницы у ФСИНА был. Утром в эту, уже обсуждалось в зале суда, здесь пишут, какой срок дали, какой срок. Не дали пока никакого срока, как только его дадут. Мы об этом сразу вам скажем в эфире. И срок не будут давать. Будут либо... Значит, Навального ждет сегодня два варианта. Либо свобода с возможными дальнейшими мерами пресечения по другим делам. Либо условный срок, либо реальный. Либо реальный. Три с половиной года, поскольку год Навальный отсидел по домашним арестам, то это будет два с половиной года заключения в колонии общего режима. Ну вот, и Фролова спрашивает, верно ли, что единственное уведомление, то есть простой вопрос, простой ответ, вы единожды отправили уведомление и более, собственно, больше ни о чем не уведомляли. Я информировал такое количество раз, сколько должен информировать по закону, отвечает Навальный. То есть прокурор Фролова пытается убедить суд окружающих нас с вами, что Алексей Навальный намеренно не отмечался в ОФСИН, и, собственно, именно за это он сейчас может получить реальный срок. И мы наблюдаем, как, собственно, прокурор Фролова навязывает свою точку зрения суду, хотя Алексей Навальный возмущен тем, что она говорит, конечно. Ну да, что он намеренно не приходил, а находясь в Германии, не в недостаточной степени информировал ФСИН о том, почему он не приходит отмечаться в инспекции по месту. В общем, конечно, интересно, как долго это будет продолжаться, потому что изначально нам казалось, что это будет короткий процесс, что мы уложимся где-то отчетку. Мы планировали на дожде, это называлось короткий выпуск. Короткий специальный выпуск в 10 утра. И накануне, я об этом сегодня уже говорил в эфире, было ощущение из тех сообщений, которые мы получали из суда, и от защиты, что как будто бы все разрешится быстро. Мосгорсуд, даже мы слышали якобы, выделил окно в 2 часа Симоновскому суду с 10 до 12, и ожидалось, что к 12 часам, к полудня, уже будет решение известно. Да, и можно сказать, конечно, что мы ждем неизбежного. То есть я сегодня поговорила в процессе нашего спецэфира, наверное, у меня было собеседников, не знаю, 8. Это были люди совершенно изначально, наверное, с разными позициями, политологи, журналисты, и все они были абсолютно уверены, что Навальный получит реальный срок. И несмотря на то, что он абсолютно в этом не виновен, все с этим согласны, понятно, что он не должен был отмечаться, находясь в больнице, и потом в состоянии реабилитации в Германии он не мог в этот момент оказаться в России, отметиться во ФСИН. Все это понимают, я уверена, что это понимают и судья, и все люди, которые присутствуют в этом зале, я уверена, что это прекрасно понимают и представители ФСИН, и прокурор. Но при этом все это продолжает имитировать настоящий судебный процесс. У нас здесь от Валерии Ратниковой новые цитаты из заявления прокурора Фролова.